Всем привет! Очередная распаковка. Очень много посылок сегодня, 8 штук. Начнем с больших и тех, которые я знаю, что там находится. Остальные пока отодвинем, уже целый стол занят этими посылками. Вот так удобно, классно запакован такой кирпичик. Здесь у нас две камеры находятся, я чувствую, что их две, постараюсь осторожно распаковать. Молодцы иногда китайцы, так упаковывают хорошо, все приходит, не побитое, нормально. Ну, как всегда, иногда хорошо упаковывают, не всегда так все хорошо. Сейчас распечатаем и все посмотрим. Вовремя. Позвонили люди, клиенты, насчет камер, как всегда. Интересуются, распаковываем дальше. Постараюсь по-быстрому, но видео, скорее всего, займет минут 10. Точно слишком быстро это не получится. Я и так особо ничего не рассматриваю, все, что приходит. Так, это у нас SG-CAM SG-4000, две штуки. Вот такие вот, желтые и черные. Логотипы SG-CAM имеются, все есть. Оригинальные. Я их даже, наверное, распаковывать не буду. Вы уже все видели. И так, одну камеру уже распаковал, не дождался. Вот мне 5000+, пришла. Паковал, интересно было, какой цвет пришел. Потому что мне много должно прийти. Так, маленькие пакеты. Вот, это было самое скучное. Дальше я вообще не знаю, что там находится. Вот, предположительно, в больших пакетах камеры. Что там еще может быть? Я ничего такого большого не заказывал больше. Здесь у нас SG-5000. У меня будет видео сравнение SG-5000, SG-5000+, SG-4000, возможно. И E-KIN V8, возможно. Так, что тут у нас у 5000-й лежит? Вот так выглядит сама камера. Это первая за последнее время, которая у меня в руках. Серебристого цвета. Прикольно. И даже такой цвет у меня первый раз. Двухдюймовый экран. Интересно. Не хочет доставаться. О, досталось. Интересно, заряжено. Да, заряжено. Вот такой прикольный большой экран. Ну, как у 6000-й они у меня были. Камера неплохая. О, здесь совсем другая менюшка. Вы видели? Прикольно. Я сделаю тест. Вначале прошлю камеры до последней версии. И у меня в группе будет видео по последней версии прошивки. Потому что от прошивки зависит качество видео. И в группе можно будет перейти по ссылке и без проблем посмотреть исходники. Потому что видео, залитое на YouTube или там ВКонтакт, оно теряет свои свойства, так сказать. И это уже не то. Надо смотреть исходники видео, чтобы точно знать, какого качества видеосъемка у той или иной камеры. Посмотрим, что тут у нас еще есть. Две наклейки с G-CAM. Это мне уже привычно. Салфетка. Ну, комплектация у 5000-й точно такая же, как и у 5000+. Все одинаковое. Наверное, даже заглушка есть. А, нет. А, нет, есть заглушка. Вот, бесполезная заглушка на объектив. Которой, не знаю, я ни разу не пользовался. А если брать, то там есть улучшенные заглушки. Странно. Пустой пакетик. От чего? От кабеля, наверное. Да, почему-то кабель забыли положить в пакетик. Обратно запаковываем. И переходим дальше. Большим посылком. Начинаем от больших и закончим маленькими. Так, здесь вверху что-то лежит. Надо аккуратно вскрывать. Были случаи, спешил, вскрывал и случайно порезал там вещи. Очки себе поцарапал, дешевые очки заказывал. При вскрытии так замотали, что немного порезал. Что это такое вообще? Я без понятия. Я даже этот трек-номер не нашел у себя. Смотрел по трек-номеру. Иногда балую и заказываю на Алиэкспресс. И такого трек-номера не было. Что это такое? Я без понятия. Сейчас будем разматывать, смотреть. А, точно, это же... Что это такое? Это Bluetooth гарнитура? Гарнитура? Да, это Bluetooth гарнитура. Прикольно. А я-то думал, почему нет трек-номера? Потому что я заказывал их на eBay. Так, все, там больше ничего нет. Bluetooth гарнитура для мотошлема. Даже не знаю, что про нее сказать, потому что сам ни разу такой не пользовался. В комплекте всякие там вкладыши подключаются. Это какой-то microUSB? Нет, это не microUSB. Какая-то штучка, чтобы прилепить. Это микрофон. Это дополнительно положили как подарок. И вот сам комплект. А что у нас в комплекте? Сейчас увидим. А в комплекте... Так, прикольно открывается. Здесь магнитик. Такая вообще коробка интересная. Мне нравится. Красивая. Если бы я еще мог ее использовать, как-то включить, посмотреть. А так я даже не знаю, что это. Не люблю тестировать тоже. Не знаю, что. Так, вот эту открываем. Посмотрим, что здесь внутри есть. Тут что-то на китайском написано. Такая белая коробочка. Инструкция. Хелмет, блютуз. Это блютуз, гарнитура. Общаться классно. Ездишь на мотоцикле, общаешься с другом, который едет рядом. А я-то все время езжу и просто кричу. Ну, кричать тоже как вариант можно. На русском нету, но есть на английском. В общем, разобраться можно. Тут написано, как ее устанавливать. В общем, вся информация есть. Что тут еще? Это какие-то крепления. Сама гарнитура с микрофоном. Это наушник, наверное. Наушник, гарнитура, зарядка. Да что ж такое, а? Извиняюсь. Первая моя распаковка, когда столько звонков. Продолжим. На чем я остановился. Зарядка. Поставим сразу обратно. А на сколько она мощностью? 500 миллиампер. И что это здесь внутри такое? Это у нас скотч. Скотч 3М, наверное. Нет, просто какой-то липучка. На этой липучке тоже крепить, наверное, можно. Я даже не знаю. Еще какие-то круглые липучки. 4 штуки. 2, 3, 4. Да, 4 штуки. USB кабель. И вот такая вот... Что это такое? Отверточка. Вот такая отверточка. Фигурная. Так, это я потом аккуратно упакую. Это я все потом аккуратно упакую. Так, сейчас мы найдем само устройство. Bluetooth гарнитура вот такая вот. Так, как она включается? Она может еще не заряжена. Непонятно. Ну ладно, в общем она не включается. Потом разберусь, как ее включать. Прикольная вещь. Я бы посмотрел поподробнее, что это такое. Но это не в распечатке. Это я пока аккуратно уберу, потом сложу. Тут пакеты летают. Так, далее. Далее этот пакет мы выбрасываем и рассматриваем вот этот пакет. А здесь у нас, может что-то попроще, в чем я разбираюсь. О, а здесь у нас аккумуляторы. Это хорошо. В аккумуляторах я разбираюсь. Аккумуляторы к SJCAM-овским камерам. Заказанные на viofa.com. Это оптовый сайт. Там, если делаешь оптовый заказ, делают небольшую скидочку. Вот такие вот аккумы. SJCAM написано. Я их проверял, которые там приходят. Это оригинальные аккумуляторы. Так, эти два мы поставим сюда. Этот, который я открыл. Это что? Даже инструкция к аккумуляторам есть. Представляете себе? Первый раз заказываю аккумуляторы, и они приходят с инструкцией. Ну а что там? Непонятного. Аккумулятор как аккумулятор? Бери там, заряжай его. В камеру вставляй. Очень просто. Так, это выбрасывать. Это сюда. Вот такой пакет. Очень легкий. Непонятно, что здесь находится. Люблю распаковывать посылки, когда неизвестно, что внутри. Такая загадка просто. Так, как бы его аккуратно вскрыть, чтобы не порвать. Зачем так заматывать скотчем, что я потом не могу открыть? Ну ладно. Вот так. Откроем. Это у нас. А что это у нас вообще? Коробка в коробке. А, очки. Ничего себе они быстро дошли. Очки с салфеткой. Я себе заказывал. Такие они стильные. Так прикольно выглядели. Я немного шапоголики на Алиэкспрессе себе заказываю. Все, что нравится. А там с виду все такое красивое. И так хочется много всего заказать. Вот эти очки стоили около трех с половиной долларов, по-моему. Такие прикольные. Яркие. В общем, интересные очки. Там есть разных расцветок. Ну, на Алиэкспрессе очень много очков. Вот так засунем сюда. Как оно должно быть. Вот такая прикольная вещь. Так, это сюда. Это туда. Салфетки, кстати, фиброчки вот эти идут. Обычно ужасного качества. У меня есть хорошая, дорогая фибра. Она получше вытирает. Правда, она грязная. Так. Здесь у нас... Может быть, надо разбивать посылки от подписчиков и по одной открывать. Это будет очень много видео. Или лучше в одном видео сразу все. Как вы думаете. Я сделаю специально группу ВКонтакте свою. И там мои подписчики смогут общаться. Так, это Xenon Converter. Это Xenon для мотоцикла. Здесь одна лампа идет сзади. Нарисована схема установки. 12 вольт. 30 ватт. 2000 люминов. 6000к. Цвет. Это холодный белый. Pure White. 3000 часов время жизни. Очень длительное время жизни. Я бы ее даже проверил. У меня аккумулятор есть на 12 вольт. Но, наверное, не буду проверять. Это должен быть и ближний, и дальний. Да, там видно, что это и ближний, и дальний свет. Здесь две лампочки расположены. В одной. Вот такой, типа, преобразователь. Или как он называется. Для накала. И вот такая вот штука. И оно как-то все вместе соединяется. В общем, я это подключать не умею. Значит, обратно я его вставляю. Саму лампочку руками трогать нельзя. Все, упаковали. Прикольные там продаются ксеноновые лампы. Можно поставить на все, что угодно. Вот это на мотоцикл. Я думал на свой мопед поставить. Тоже такую лампочку. Она жрет меньше энергии. И светит очень ярко. Классная штука. Можно впихнуть куда угодно. И осталось у нас три посылки. Маленькие. Вот этот пакет я распакую последним. Там кое-что интересное. Я хочу опробовать. Это у нас. Digital Power DV батареи. Это батарейки. Я их заказывал. Даже уже не помню где. Эта коробочка чуть помялась. Ну, прикольно. У меня первый раз приходят в таких упаковках. И вот так в фольге завернута. Как знаете что. Вот. Прикольная вещь. Замотали. Как шоколадка. А фольга может кому-то пригодиться. Заказывайте аккумуляторы. На Алиэкспрессе. Вам пришлют фольгу. А вы там можете ее потом использовать. Ну. Где вам надо. А здесь у нас вот такие аккумуляторы. Тоже с джейком. Твердые. Вроде все нормально. Хотя немного прогибаются. Ну, с Алиэкспресса как всегда придет что-то такое. Знаете. Аккумуляторы вроде бы нормальные. Но. По емкости все равно обманут. На Алиэкспресс покупать кота в мешке. Когда как. Иногда повезет. Иногда не очень повезет. Ну, в общем, два аккумулятора. Я их сравню по мощности. По длительности, точнее, работы. И последняя у нас посылка. А, еще вот эта. Предпоследняя. Что тут у нас? Карта памяти. И переходнички эти китайские. Которые работают через один. Это переходник сразу в USB. Карта памяти на 16. На 32 гигабайта. Неплохо. 32 гига. Не помню, зачем я ее заказывал. Ну, в общем, почти все, что я заказываю. И не помню, зачем я заказываю. Люблю распаковывать посылки. К сожалению, из-за того, что мне часто звонили. Видео 20 минут записалось. И планшет выключился. Я, кстати, на планшет записываю. Придется мне немного дозаписать в конце. В последнем пакете был вот такой переходник. Который я купил специально для камеры. Здесь есть microUSB. Вставляю сюда OTG кабель. MicroUSB выходит в USB. Сюда вставляю этот переходник. И здесь вот есть разъем для микрофона и наушников. Вставлю сюда микрофон. И будет ли работать микрофон внешний с вот этой камерой. Было бы здорово, если бы внешний микрофон можно было к этой камере подключить. Добавилось бы еще огромное количество вариантов, где можно его использовать. В общем, это все. Спасибо вам за просмотр. Подписчики мои, пишите мне чаще. Хочу услышать от вас, как вам мои распаковки. Что вы хотите видеть. Было бы здорово, если бы вы мне писали. Потому что я их все распечатываю. Даже не знаю, как вам нравится или не нравится. Так что пишите. Пока.